На нашем канале уже вышло 3,5 ролика про ГМ Констракт 13 бета, поэтому если мы что-то не упомянули, рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими видео. По подсказке вы можете посмотреть весь плейлист, связанный с этой картой. Однако и в этом случае мы, возможно, не упомянем все важные факты. Но, крайний ролик по этой теме вышел 2 года назад, и за этот период вы успели задолбать нас с этой картой. Телега, Дискорд, ВК, комменты Ютуба. Везде были просьбы сделать еще одну часть. Надеемся, что она точно будет последней из обзоров на эту карту. Хотя, будем честны, это маловероятно. А сегодня мы с вами узнаем, какие аномалии ускользнули от нашего внимания, как Ганслингер и Бэдвотер связаны с этой картой и кто во всем этом замешан. По традиции начнем с разных мелочей и закончим чем-то масштабным. В этом пункте мы бы хотели дополнить старые секреты и рассказать о незначительных аномалиях. В этом здании в углу появилась область, которую можно сломать. Это некая потайная вентиляция. Она просто есть, и что с ней делать, честно говоря, непонятно. Также вы должны помнить ритуал со стулом, когда вдруг появляются сталкеры и один из них ведет вас. Когда он довел вас до нужного места, он начинает спавнить предметы. И можно попробовать помешать ему. Сталкеру это не понравится, но он поставит новый. Сделав так несколько раз, он разозлится и убьет вас. И последнее по списку, но не по значению. Минги. Про них уже был целый видос. Гляньте, если не видели. Они порой реально мешают изучать эту карту. И опять эти мингис. Поэтому сейчас я покажу ритуал, который поможет защититься от них. Вам нужно встать около темной комнаты, положить череп и обложить его куклами. Как это делаю я. Как только под черепом появится черное пятно, ритуал завершен. Чтобы не париться, в описании я оставлю для вас дубликат. Но это только начало. Здесь было добавлено множество пасхалок и секретов. Вот например. Если спуститься в знакомую нам пасхальную комнату в нужное время, то здесь мы увидим... Steam Balance? Откуда они знают, что у меня проблемы с пополнением кошелька Steam? А, да, точно. Во всю идет весенняя распродажа в Steam. А вот купить игру я не могу. Из-за санкций пополнение кошелька отключено. Но мое почтение Steam Balance. Ведь благодаря нему я могу спокойно пополнять свой кошелек. Не боясь, что мой аккаунт получит по шапке. И не беспокоить насчет комиссии. Смотрите сами. Спокойно пополняем счет. И вуаля. Все готово. Ну блин, мне этого мало. Кто-то справедливо спросит. А я отвечу, что Steam Balance также предлагает ежемесячные розыгрыши. Для участия достаточно просто пополнить баланс через Steam Balance. В качестве выигрыша можно получить бесплатный Steam Deck. Обязательно знакомьтесь с условиями конкурса. Их там немного. Но если вам и этого мало, то вот вам агрегатор скидок Steam. Пользователи могут посмотреть все актуальные скидки на игры в Steam. Также можно чекнуть описание, скриншоты, отзывы и требования на одной удобной странице. Супер! Если вы не знаете, во что можно зарубиться и понимать на распродаже Steam, то это местечко специально для вас. Заходите по ссылке в описании и пополняйте кошелек самым доступным способом и кайфуйте. Steam Balance. Ссылка в описании. В прошлых частях мы рассказывали, как работают рисунки в вентиляции. Да, карта обновляется. А это значит, что появляются новые. Например, рисунок, на котором изображено одно из зданий констракта, на крыше которого расположено радио. Первым делом нам нужно раздобыть радио. Затем мы настраиваем его на музыку с Portal. После этого мы идем на крышу здания и кладем радио около антенн. И... После этого радио получает прокачку. На нем появляется кнопка, при нажатии на которую приемник пытается куда-то позвонить. Однако, по каким-то причинам вас не может соединить. В чем же дело? Виной тому тот оберег, который мы построили у темной комнаты. Разрушаем его и... Теперь связь есть. Суть в том, что эта кнопка устанавливает соединение с мингами. Как только полоса заполнилась, вы начинаете видеть мингов. Но при повторном нажатии, минги пропадают. Иногда, блуждая по карте, ваше внимание может привлечь мусор. Среди пробов иногда будет небольшая картонная коробка, которая вечно горит. Интересно то, что эта аномалия называется следы исследователя. Что бы это могло значить? Тем не менее, есть более интересное место в соседнем здании. С небольшим шансом может произойти следующее. Пространственная аномалия. Однако, это не единственное место, которое нарушает законы физики. Также, с малым шансом, при входе в секретную комнату, вы окажетесь в вентиляции. Когда вы сталкиваетесь с этим в первый раз, это может очень сильно удивить. Таких мест тут достаточно, и с ними точно такая же история. Но аномалия, это не самое жуткое, что вы можете встретить на этой карте. Теперь перейдем к более интересному и свежему. Мы знаем, что в вентиляции есть новые рисунки, один из которых прямая подсказка к нашему новому секрету. Слева мы понимаем, о какой комнате идет речь. Это комната Редмана. Да, того самого Редмана из Грэм Хоттлс, обзор на который есть на нашем канале. Но что значит правая сторона изображения? Какие-то куклы, череп, игрушка. Давайте разберемся. На самом деле, все куда проще. На карте разбросаны вот такие глобусы. Если в них выстрелить, то из них выскочат куклы. Те самые, которые нам нужны. А что насчет черепа? С ним еще проще. Его можно найти в пасхальной комнате в мусорном ведре. Символично. Также стреляем в проб, и из него выпадает нужный для нас пазл. Часть других пазлов спрятана в комнате Редмана. Стреляем в лампу и в шкаф. К слову, забегу немного вперед. Если у вас возникли трудности с поисками предметов, то их места отмечены в зеркальном мире констракта. Эти кресты дают нам подсказку, где они находятся. Теперь объединяем это все и видим следующее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пошли мне закрывать твою термин. После пары попыток, мы побеждаем этого босса, и в качестве награды получаем... Комплект еды из Half-Life 2. Его можно применить к маяку. Сразу становится понятно, что ценность и полезность предмета увеличилась. Теперь он может нас хилить. Но это не все. Если мы делаем перезапуск, то улучшение остается с нами до конца, но пропы с куклами и другими пазлами остаются. Мы можем вновь сразиться с Святым Отцом, и на этот раз боссфайт будет другим. В награду вновь получим комплект еды, делаем то же самое, получаем еще больше баф маяка, теперь он дает нам броню. На карте появились новые, доселе невиданные сущности. Первую вы легко можете найти, инфоплеер старт, объект который похож по своему поведению на Сэмпера, но со своими особенностями. Он появляется только перед зданием, где расположены точки спавна. Если подойти к нему слишком близко, он телепортируется от вас в другую точку, а с редким шансом убьет вас. Но существует более редкая сущность, загадочный зомби. Существо, которое появляется крайне редко. Его особенность в том, что над ним парит некое поле из кубиков. Оно движется вверх и вниз. Зомби издает звук сердцебиения, которое соответствует колебанию кубиков. Если вы убьете его, поле начнет дергаться и ускоряться. Сердцебиение также начнет учащаться, пока по итогу оно не распадется. После чего кубики начнут исчезать со звуком кашля. Уже ни для кого не секрет, что внизу в туннелях есть потайной вход. Открыть его можно с помощью маяка. Неважно, прокачанный он или первого уровня. Перед нами откроется целая лаборатория. Кому она принадлежит и что в ней вообще делают, мы обсудим позже. Что вообще тут есть? Помимо того, что локация напичкана различными приборами, мы имеем некую аномальную зону нулевой гравитации. А также аномалию, поджигающую что-либо. Далее мы имеем некие ворота. Судя по всему, они не функционируют. Можно только догадываться, куда ведут. Например, на другие карты Гаррис Мода. Ноуклип здесь не работает. Нас просто не пропустят. А здешний функционал не дает возможности что-либо с ними сделать. В таком же состоянии находятся другие ворота. Здесь тоже ничего нельзя поделать. Ауклип не даст результатов. Отбросим в сторону всякий мусор и сразу же перейдем в кабинет. Это место – самый настоящий клан-дайк информационного контента. Здесь мы видим некоторые скриншоты, которые мы позже обсудим. Они имеют здесь свою ценность. Можно взаимодействовать вот с этим реактором, который отвечает за питание всей лаборатории. Все очень просто. Мы все так же можем вернуться в лабу и она заспавнится. Теперь давайте перейдем к информации, которую мы имеем. Мы ее получим из следующих записок и компьютера на столе. Тут столько всего, что требуется отдельный пункт. Давайте будем честны. Изначально, в первых версиях, эта карта была лишь набором каких-то секретов и аномалий, которые были слабо связаны друг с другом. Да, ты мог поставить, например, маньяк в темную комнату и убедиться, что тут что-то страшное. С каждым обновлением функционал расширяется, и это круто. Но до поведа времени, это все еще оставался простым набором каких-то аномальных приколов. Поэтому, появление лаборатории, целой лорной локации со своим названием – это настоящий прорыв. И мы бы сейчас не делали отдельный пункт, если бы тут контента кот наплакал. Здесь реально дофига разной информации, которая дает ответ на насущные вопросы. Что это за место? И что тут происходит? Ответ мы можем получить, исходя из записок или пластинок. Не знаю, как правильно их назвать. В кабинете они лежат одной большой стопкой. Разбирать мы будем каждую, но какую-то в меньшей, какую-то в большей степени. Потому что некоторые мы уже обозревали. Не переживайте, сейчас поясним. Ранее мы упоминали следы исследователей, которые, казалось бы, не имеют никакого значения. Сейчас же, когда мы на руках имеем обширную информацию, есть над чем поразмыслить. У них нет четкого порядка, поэтому мы разделили записки по уровню важности. В записке буквально сказано, что это фейк. Поэтому идем дальше. Под наблюдением. Мы вообще не знаем, как этот чувак тут оказался. Возможно, он здесь как дань уважения или просто пасхалка. Но для лора он мало ценностей имеет. Данный видеоролик мы уже ранее разбирали в рамках обзора Ганслингера. На нем мы также не будем останавливаться. Крее всего, это просто пасхалка. Или часть какого-то большого лора. Последний раз был замечен в инциденте Джерман Манс, эпизод 7. Этот канал – отдельный привет суперским аутфагам. Уж не знаю, кто его застал в свое время. Видеоролики вышли 14 лет назад. А это старше некоторых наших подписчиков. И аномальные или еще какой-либо ценности не имеют. Да и тем более, записка указывает на седьмую часть. Которую мы уже посмотреть не можем. Surfcore показался нам самым интересным. Но, к сожалению, о нем слишком многого не рассказать. Это действительно большая и обширная аномалия. Глубоко расписанная. Целая звезда, которая появляется на любой карте. И имеет широкое воздействие на игрока. С подробностями можно ознакомиться в самом видосе. Там достаточно большое описание. Но задерживаться нам здесь не имеет смысла. В общем и целом, данная записка отсылает нас к констракту. Особенность ее в том, как человек попал на карту. Где он находился изначально непонятно. Могут ли быть потайные порталы и могут ли они выступать как целый вход на карту? Тоже интересный вопрос. Канал из себя представляет такой же сборник ARG по карте. Но особого внимания на нем заострять не будем. А вот тут уже интереснее. Бэдводер 2009. Это достаточно популярный ARG канал и его можно было бы также пропустить. Однако в начале есть некая белая комната и проходящие мимо ученые. И эту тему уже раскрывают следующие записки. В видео мы наблюдаем за кем-то в белой комнате. Скорее всего это некий исследователь, попавший в настоящую белую комнату. Но выберется ли он? И что за настоящая белая комната? Давайте посмотрим другую записку. У этой записки говорится подсказки над настоящей белой комнатой сзади. Вероятно упоминается задняя часть белой комнаты. Мы так думаем. Та, что была до удаления загрязнений. Коридор, картины, порталы, граффити, панель. Опять упоминается настоящая белая комната. Из сообщений мы понимаем, что та белая комната, которая есть сейчас, она не оригинальная, а очищенная и воссоздана по подобию оригинала. Но куда делся тот самый оригинал? В видео какой-то человек бродит по коридорам из пропов, после чего выбирается за пределы. И оказывается в белой комнате, которая по своей структуре не похожа на то, что мы видели в Констакте. В конце он куда-то заходит и видео заканчивается. Быть может речь идет о старых версиях ГМ Констакта? Хороший вопрос. В последней записке говорится И видео с азбукой Морзе. Не гарантирую точный перевод, но говорится тут примерно следующее. Ти МТФ в центру. Мы нашли еще одного человека. Возможно, аномалийся неизвестен. Мы будем вынуждены застрелить его, потому что у него было оружие. Отвезли на базу, чтобы оправился от лица рейного ранения. Затем взяли его в заложники для допросов. Возможно, структура становится более ясной. Этот канал посвящен некой группе сектора Си. На нем можно найти видео, как группа наносит ранение человеку в белом халате. Скорее всего, некая группа приняла его за Минго и попыталась обезвредить. С большой вероятностью, этот Милош и есть пропавший исследователь. Однако на этих каналах не один видос. Каждый канал рассказывает свою историю. На самом деле, мне кажется, что автор карты решил объединить некто РГ на ютубе в одну вселенную. РС исследователей. Ведь эти каналы не связаны друг с другом. Если мы сейчас будем разбирать все это и искать связи, ролик еще затянется. Поэтому, если вы хотите полноценную теорию, связывающую все эти РГ воедино, дайте нам хороший фидбэк. Все в ваших руках. Если мы что-то упустили или не сказали, дайте об этом знать в комментариях. А если вам понравился видос и вы хотите больше такого формата, не забудь про лайк и подписку. А также зацени видео про разбор секрета ГМФрейм. Или же гляньте, что вам подобрал нейросеть. Увидимся.